Утро 22 июня 1941 года. 3 часа 13 минут. На Севастополь летят первые бомбы Великой Отечественной. И первыми жертвами фашистов в результате падения мины на улице Подгорной, ныне Нефёдова, стали 20 горожан. Для них война закончилась, ещё не начавшись. Впереди у Севастополя 250 дней героической обороны. У всей страны 4 года кровопролитных сражений. И победа. Ценой жизни миллионов советских граждан. Мы в это время, я лично сдавала экзамены в этот день. Русский язык. Когда мы после закачания, через неделю пришли за получение аттестатов, луквычание семилетки, директор школы, всех нас, мальчиков, записал народное ополтение. В память о тех, кто не вернулся с войны, по всей России проводят акцию «Свеча памяти». В Севастополе в этом году из 700 свечей составили звезду, слово «Помним» и дату – 1941. Акция напоминает нам о нашем прошлом, благодаря чему мы живы, благодаря чему мы ходим, радуемся жизни, рождаются наши дети. Мы вспоминаем людей, которые воевали за нашу жизнь, чтобы мы сейчас жили тут. Мы от русского генетического сообщества Московской области. Но почему мы здесь, это, я думаю, не новость. Мы не могли не прийти. Мы всегда стараемся участвовать в подобных акциях, перевивать детям знания истории. Участие в акции приняли школьники, студенты, представители общественных организаций, исполнительной и законодательной власти. Есть замечательная традиция собираться вместе и вспоминать и говорить о тех страшных днях, когда первые взрывы раздались на территории города Севастополя. И наш долг – эту память передать нашим детям. Сегодня хочется еще и еще раз сказать огромное спасибо за мирное небо всем тем, кто оборонял наш город, нашу страну. Пожелать крепкого здоровья нашим ветеранам, которые сегодня с нами в строю. И дай Бог, чтобы такие войны никогда на земле не повторялись. В Севастополе свечу памяти зажигают уже восьмой год подряд. Последние несколько лет подготовкой и проведением акций занимаются волонтеры. Для меня этот день, суть этого дня, наверное, отражается лучше всего в словах Роберта Рождественского в стихотворении «Помните». «Помните через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда, пожалуйста, помните». После того, как зажгли все свечи, участники отправились на Графскую пристань, где провели еще одну акцию «Кораблик мечты». Такие бумажные кораблики со свечками севастопольские ребята запустили в море 22 июня 41-го, в день выпускного. Написали свои самые заветные желания. На многим мечтам о счастливом будущем, учебе, работе, любви сбыться не удалось. Началась война. Сегодня, благодаря подвигу советских солдат и тружеников тыла, мы имеем все шансы воплотить наши мечты в жизнь. В этом году акцию провели не только на Графской пристани, но и на северной стороне. В общей сложности на рассвете горожане отправили в плавание более 400 белоснежных корабликов мечты.